Такую проверку глава государства устраивает каждый год. Промежуточные итоги исполнения майских указов подводят обычно в последний месяц весны. Всего 11 поручений в самых различных областях. Их Владимир Путин подписал 5 лет назад, в день инаугурации на 3-й президентский срок. На сегодняшнюю повестку глава государства выносит три вопроса. Один из первых – получение госуслуг в многофункциональных центрах. Сегодня доступ к ним через эту сеть есть у 96% населения страны. В отделениях МФЦ россияне оформляют документы на недвижимость, получают паспорт, путевку для ребенка в детский сад. Всего около 30 федеральных, еще более сотни региональных и муниципальных услуг. Расширение этого перечня должно стать следующим этапом развития МФЦ. Например, добавив получение водительских прав или подачу налоговой декларации. Но и на этом еще рано останавливаться, говорит президент. Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Ведь в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг. А их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно их мнение, именно мнение людей, пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров. Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Сегодня сеть многофункциональных центров охватывает 98% кубанцев. И ежегодно на развитие этой системы из краевого бюджета выделяется около миллиарда рублей. Востребованность МФЦ с каждым годом растет. Только в прошлом году в отделение края жители обратились более 6,5 миллионов раз. Количество МФЦ сегодня растет, но нужно понимать, чтобы было не только количество, но и качество. Ведь форма – это еще не содержание. Об этом тоже, кстати, не раз подчеркнул президент. Это должно быть уважительно со стороны работников МФЦ. Это должно быть качественно с точки зрения оказания самой услуги. А если у нас только вывески на МФЦ находятся, а реально за вывесками ничего не стоит и нет реального удовлетворения человека, обычного жителя края, который пришел в МФЦ, то тогда нет смысла эти вывески им множить. Ориентироваться на людей и делать для людей – лейтмотив всей речи президента. В числе майских указов – независимая оценка качества работы организации соцсферы. По мнению главы государства, это реальная возможность для жителей менять ситуацию. Их мнение о работе сотрудников больниц, поликлиник, учреждений образования и культуры не должны просто откладываться в папку. Так же, как и расселение из аварийного жилья нужно проводить не только ради отчета на бумаге, требует Путин. И напоминает поставленную задачу. До 2018-го в новые квартиры из ветких домов должны переехать более 700 тысяч человек. И это только те, чье жилье было признано аварийным до 2012 года. Масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Тем не менее, поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. В Краснодарский край установленный план даже перевыполняет. Только за три года из запасных домов удалось переселить почти 3,5 тысячи кубанцев. До 1 сентября в новые квартиры переедут еще более 700 человек. Но, тем не менее, в регионе остается еще много домов, которые были признаны аварийными, но уже после 2012 года. И решить этот вопрос без финансовой поддержки из Федерации просто невозможно. В нашем крае проблема с деминутой сегодня с второй точки, и она решается. Но для того, чтобы мы могли заявить, что она решена, конечно, нужны будут годы. И кропотливой работой, и финансовые средства, которые тоже немалые, как из кривого бюджета, так и лишний из федерального. Но это жизнь людей. А жизнь людей на приоритете. Майские указы президента определили параметры развития государства практически по всем фронтам. В вопросах безопасности, в социально-экономической и демографической сферах. Большинство задач должно быть выполнено только к 2018 году. Но уже сегодня президент обращает внимание. В регионах, где ответственно подошли к делу, уже есть заметные результаты. Мария Крошина, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Москва.